Приветствую всех вас на моем канале. Сегодня я хотел вам рассказать, как именно нужно ухаживать за мхом, как его сажать, как поливать, как удобрять, как подрезать. Короче, как сделать так, чтобы мох разросся на поверхности вашего грунта, у бонсай, и чтобы он не особо вредил вашему бонсай и рос хорошо и здорово. Погнали! Для начала я советую вам посмотреть видео «Польза и вред мха у бонсай». Ссылочку я поставлю наверху. И потом уже, если вы его посмотрели, то можете продолжать смотреть это видео. Когда у вас уже есть мох, то его, конечно же, нужно поддерживать, подкармливать, поливать, подстригать и так далее. Но если у вас нет мха, что же мы делаем? Мы находим где-то на улице мох, берем его себе, высушиваем, очень хорошо высушиваем, но никакими там ни микроволновками, ни духовками. Просто кладем на какое-нибудь солнечное место, он сам высыхает. И когда он уже сухой, тогда его нужно перетереть в пыль, максимально сильно перетереть и посыпать вот этой пылью поверхность грунта у бонсай. Поверхность грунта. Как, к примеру, у меня, видите, у меня мох очень равномерно растет, потому что я, во-первых, он был уже здесь, во-вторых, я его досаживал, как бы этот мох. И, конечно же, я за ним очень сильно ухаживаю. Поэтому, если вы хотите мох, то собирайте его на улице, высушивайте, хорошенько-хорошенько растирайте его и потом вот этой пылью посыпайте. Чтобы ваш мох начал начинать расти, его нужно, конечно же, опрыскивать водой. Вода должна быть очень чистая. Почему опрыскивать, а не поливать? Если вы будете поливать, то тогда вода будет размывать вот этот мох, который вы посадили. И мох все равно прорастет, но он прорастет не так равномерно, и надо будет заращивать вот эти проплешины, которые образуются и так далее. Поэтому лучше мох опрыскивать. Пока он не пророс. Как только он начнет прорастать, вы сразу же должны продолжать его опрыскивать. Мох любит влажность. Точнее, если вы сможете его опрыскивать 2-3 раза в день, к примеру, с утра в обед и вечером, то это было бы вообще идеальные условия для мха. Конечно же. Опрыскивать нужно не обильно. К примеру, чтобы мох хорошо рос и развивался, ему нужна влажность, но не надо его заливать. Поэтому, если вы хотите, то я сейчас вам покажу, как его надо опрыскивать. Чтобы мох хорошо развивался, нужно просто вот чуть-чуть-чуть-чуть прыскать на поверхность, на всю поверхность мха. Вот так, попрыскав, вы уже абсолютно удовлетворили все требования мха. Точнее, у него есть влага, у него есть влажность, поступила ему вода. Так что, в принципе, опрыскивать много совершенно не нужно, и это не важно, да? Существует такой миф, и вообще, в принципе, все рассказывают, что мох не любит прямых солнечных лучей, да? Но мало кто знает, чтобы мох лучше разрастался, лучше рос, его нужно подсушивать на солнце. Точнее, вы посадили мох, он начал у вас расти, вы ему дали чуть-чуть порасти, там, я не знаю, к примеру, недельку, да? Вы его поливаете, вот так вот опрыскиваете 2-3 раза в день, да? Все окей, он у вас развивается. Потом, чтобы улучшить его рост и ускорить его рост, нужно обязательно выставить его на солнце один день и не поливать, чтобы как бы мох засох, полностью просох и начал уже умирать, так скажем. После этого, как бы вечером, вы берете, обильно поливаете его снова, обильно опрыскиваете, и мох начинает с новой силой расти, потому что, когда мох умирает, он прекращает свой рост. Когда появляется вода, он активно активизируется, и его рост начинается намного сильнее, как бы скачок роста намного сильнее, ежели, к примеру, постоянно держать его в хороших условиях. Точнее, для хорошего и активного, и быстрого роста мха нужно создавать ему иногда плохие условия, чтобы он начинал умирать. Но нельзя это затягивать, иначе мох реально засохнет, и придется все начинать сначала, и так далее. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мох быстро развивался, иногда подсушивайте его на солнце. Буквально вот денек на солнце его выставляете, он подсыхает, и потом его снова просто опрыскиваете, и он полностью восстанавливается, и даже начинает расти намного быстрее, нежели вы бы стали его постоянно поливать. Про удобрение мха. Удобрять, конечно же, нужно. Единственное, что нужно понимать, что мох растет не один в горшке, он растет с основным деревом. И основному дереву, к примеру, жидкие удобрения вредны, поэтому не надо их использовать. Также есть растения, которые не любят настолько влажность, как мох. Поэтому, если вы начнете, уж очень сильно, так скажем, увлечетесь выращиванием мха, вы можете очень пагубно повлиять на основное растение. Поэтому надо обязательно понимать, какие растения любят влажность, какие не очень. И уже отталкиваясь от этого, нужно и за мхом также следить. Но если вы все-таки решили удобрять мох, хотя, в принципе, если у вас есть акадамас киризуны, почва, то тогда вам не нужно удобривать мох, потому что и так он все питательные вещества из земли берет. Если же у вас просто обычная какая-то земля черная или смесь какая-то, да, непитательная, то обязательно удобрять нужно. Единственное, что нужно удобрять всегда гранулированными удобрениями. Точнее, вы, к примеру, кладете вот сюда маленький кусочек удобрения, он начинает деградировать, разлагаться и так далее. И он питает уже весь мох, как бы всю вот эту вот зону, да. Не только тот мох, который находится под удобрением, а он питает довольно-таки большую зону. Поэтому, разложив, ну, к примеру, вот на этот маленький горшочек три штучки гранулированного удобрения, да, маленьких, три кусочка, три крупинки, вы, во-первых, удобрите и свое растение, и также мох. Поэтому я вам советую не использовать жидких удобрений для удобрения мха, да, и, в принципе, не переливать и не, как бы, бросаться, так скажем, в выращивание мха, потому что вы можете навредить своему растению. Чтобы мох развивался правильно и хорошо, его иногда надо подстригать. Что я имею под этим словом, да, подстригать мох? Его нужно немножко, во-первых, обновлять, точнее, отрывать маленький кусочек, да, и он будет зарастать уже новым мхом. Далее, что нужно делать? Все, как бы, так скажем, какие-то бугорки и более длинный мох, да, который вот выходит, и вы видите, что он с поверхности выделяется, его надо обрезать. Чтобы мох был равномерно, рос равномерно, и как будто вот у вас есть лужайка, которую вы стрижёте и не даёте ей вырастать в одном месте длиннее, в другом короче и так далее. Она должна быть равномерна. Это очень важно, чтобы ваш мох был здоров и рос хорошо. Очень важно, чтобы его развитие было правильным, поэтому обязательно надо его подрезать. Для того, чтобы у вас вообще появился мох, это первое, влажность. Второе, солнечный свет. Он должен быть, точнее, не надо ставить совсем аж в тень ваше растение и так далее, потому что, во-первых, основное растение, да, повредите, а во-вторых, повредите сам мох, будет хуже расти. Ему нужен тоже солнечный свет. Ему нужен, точнее, солнечный свет. Очень нужно его удобрять. Вот видите, у меня здесь есть чёрные пятна вот такие. Это где лежали удобрения. Вот ещё чёрное пятно. Вот чёрные пятна. Вокруг него мох, вокруг этих пятен, мох не очень хорошо растёт, но зато остальные куски, да, вот где этих пятен нету, да, вот тут, вот тут, он растёт намного лучше, потому что он питается из вот этих вот чёрных пятен, да. Когда ты начинаешь его поливать, то вместе с водой распределяется удобрение по всей почве, и он из неё вытягивает уже всё, что нужно. Вот, поэтому, как бы, выращивание правильного мха, это очень довольно-таки сложно, потому что, вот, как раз, если ты кладёшь гранулированное удобрение, то ты обязательно делаешь вот такое вот чёрное пятно, да. Вот, поэтому надо постепенно-постепенно менять местами, вот, где ты кладёшь удобрение и так далее. Вот, но удобрять, как бы, ваш мох специально совершенно не нужно. Его удобряются, его удобряют, точнее, вместе с деревом. Точнее, вот я, когда кладу удобрение на моё дерево, я и удобряю ещё заодно мох. Четвёртое, конечно же, это же формирование и подрезка. Если вы не будете хорошо подрезать, хорошо формировать ваш мох, то он просто будет медленнее расти, чем мог бы, да. Мох вообще может очень быстро развиваться, если же его вот раз в недельку подсушивать на солнце и хорошо обрезать. Тогда он будет намного лучше расти, чем просто, если его не трогать и вот держать в затенённом, притенённом месте. Правильное развитие мха и хороший рост мха зависит очень сильно от типа земли, который вы используете. Вакадами с киризуной, так как она более дышащая земля и более хорошая для ваших деревьев, да, в плане того, что она не загнивает корни в ней, очень хорошая вентиляция корней, очень питательная она и хорошо держит влагу, но в то же время не задерживает её сильно, да, не даёт воде застаиваться, то мох в такой земле, вакадами с киризуной, немного сложнее вырастить, чем, например, просто в чёрной земле. Почему? Чёрная земля, она более компактная, и на ней мох развивается намного быстрее, потому что он не должен как бы перепрыгивать с камешка на камешек, да, вот как на Акадами. А он растёт прямо вот по всей поверхности, по прямой. И вот чёрная земля ещё, как бы её огромный минус в том, что она задерживает слишком много воды, что, конечно же, для мха очень полезно, и он любит это дело. Но для основного дерева это абсолютно неправильно, и нужно, конечно же, пересаживать. Поэтому очень важна фракция земли. Если у вас маленькая фракция, к примеру, фракция Акадам и Шохин, да, для маленьких деревьев, то тогда у вас намного будет быстрее развиваться мох, если вы, к примеру, посадите его в большую фракцию, да, для больших уже деревьев, то там, конечно же, всё будет развиваться намного медленнее. Из-за того, что вентиляция быстрее, почва сохнет быстрее, влаги меньше, и из-за этого, как бы, вот, мох будет расти намного-намного медленнее. Но он также вырастет, как бы, и будет даже намного качественнее, потому что из-за вентиляции мох растёт тоже лучше, когда много воздуха, да. Поэтому нужно учесть все вот эти вот советы, да, которые я вам дал сегодня, которые я вам сказал сегодня, и уже исходя из этого начинать выращивать мох, да. Обязательно, прежде чем сажать мох, подумайте, нужен ли он вам вообще, потому что есть некоторые деревья, которые, к примеру, очень любят хорошо вентилируемую почву. Если же вы сажаете мох, то вы закрываете вентиляцию корней, да, немножко. Также вы увеличиваете намного влажность внутри земли, потому что мох удерживает влажность. Также, к примеру, если вы удобряете всё-таки жидкими удобрениями, что я никак вообще не одобряю, то мох забирает часть этих удобрений себе. Поэтому, как бы, ну, до дерева не доходит столько удобрений, сколько вы наливаете, да. Также, когда вы поливаете водой, да, то часть воды всё-таки мох забирает себе тоже. Поэтому, как бы, ну, мох – это как, грубо говоря, такой паразит, который живёт вот на вашей почве, на почве вашего дерева и немножко-немножко тянет питательные вещества, тянет воздух, тянет солнце, тянет тепло, тянет воду. Поэтому нужно очень хорошо подумать, прежде чем мох вот так вот давать разрастаться ему, да. И, конечно же, не забывайте, что стопроцентная поверхность покрытия мха, да, это не очень здорово. Поэтому, как бы, ну, всегда старайтесь оставлять у дерева хотя бы немножко-немножко, но какого-то открытого грунта, так скажем. Не давайте полностью мху зарастать по всей поверхности горшка, да. Всегда оставляйте немножко-немножко свободного, так скажем, грунта, да, без всего. Это правильно. Ну, что ж, я думаю, на этом всё. Если вам что-то непонятно, то пишите в комментариях, задавайте свои вопросы. Также обязательно пишите, что вы думаете об этом видео. Понравилось вам, не понравилось, что улучшить, что ухудшить или изменить. Вот. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дима из Испании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok